Наша студия заполнилась неимоверно положительной энергетикой, потому что к нам в гости пришли талантливые и яркие люди. Это представители цирка «Круг надежд», руководитель Елена Владимировна Зиновьева и помощники Андрей Зиновьев, Наталья Маркевич и Полина Аверина. Здравствуйте! Здравствуйте всем! Очень рада вновь видеть нас в студии, потому что мы уже знакомы, уже как-то поздравляли, общались, разговаривали с вами. Знаем, что этот год юбилейный. Расскажите вот об этом. Какие планы у вас, какие представления? Как что? Приоткройте нам. Как подготовились к значимой дате. Самое-то главное. Ну, мы долго шли к этой дате, 55 лет, и вот, наконец-то, мы пришли к ней. Готовились ровно год к этому концерту. Совершенно новый концерт в двух отделениях. Будет много-много-много участников. Но без моих помощников мне бы, конечно, не получилось так создать мои помощники Андрей Андреевич и Наталья Сергеевна. Если целый год готовились, я так понимаю, нас что-то ждет грандиозное. Да, вас ждет представление в двух отделениях. В первом отделении мы расскажем о прошлом, о настоящем. Второе отделение будет связано с будущим, как всегда. Елена, может быть, вы добавите что-то? Какой-нибудь секретик? Так, ну, концерт будет действительно очень насыщенный, очень, как у нас на ролике написано, феерический. Ну, кто посетит, точно не останется в стороне, все ладошки сотрет. Вот, да. Потому что на данный момент это грандиозно. А коллектив у вас вообще большой? Сколько человек? 80 воспитанников. От двух лет до 20. Вот такие вот прям малюточки, от двух лет они... Да, с двух летом. У нас на данный момент двое двух леток и четверо-трех леток, которые уже в апреле месяце, вот, через неделю, будут выступать. А само шоу состоится какого числа? 18 апреля. Где? 18.00 в ДК «Современники». 18 апреля, 18.00. Есть такая легенда, что артисты цирка – это большая семья. Это так? Андрей. Ну, да, это большая семья. Вообще, есть такая, не знаю, как это назвать, поговорка или что, дети, которые с самого детства в цирке, рожденные в опилках. Да, вот для нас наш цирк – это огромная семья. Каждый за себя, за своего партнера переживает, да. А бывают вот репетиции совместные, где разные возраста, да? Есть же такие номера? У нас сейчас так и идет уже месяц, да. Так и идет вместе, да? Пригоняем всех детей, 80 человек, идет в спектакль, отработка полностью. А вообще, я каждому ребенку говорю, каждому ребенку говорю, у нас семья. Я один за всех, я все за одного. И каждый ребенок знает, что придя в зал, он попадает в вторую семью, где встречают их родители на час. На час. Три раза в неделю. У всех по-разному. По-разному. Полина, скажите, пожалуйста, насколько вы давно занимаетесь уже в цирке «Круг надежд»? Ну, в данном коллективе я занимаюсь уже около восьми лет. Воздушной гимнастикой и жонглированием. А есть ли у вас награды личные? Есть. Они есть с Сочи, с Санкт-Петербурга и Москвы. Воздушные гимнасты, они всегда завораживают зрителя, вот, да, когда в цирке, вот, когда именно выходит воздушный гимнаст, все очень восхищаются, и дети, и взрослые. Ну, потому что сила должна быть. И отвага. Мне кажется, это же страшно. Ну, на самом деле, это не так страшно, как кажется. Сказала Полина, воздушная гимнастка. Конечно. Ну, я занимаюсь, на самом деле, не так давно воздухом. Прям номером. А до этого? В основном жонглиоры и обручи были. Ирина Владимировна, ну и у большой семьи, конечно же, должны быть большие награды, тем более за 55 лет. Расскажите, пожалуйста. Ой, наград у нас действительно много за 55 лет. В моей жизни самая большая награда, это была, когда наш коллектив выиграл путевку в Артек. Да, вот тогда мы поехали туда на месяц, вот это лично моя награда всей жизни была. Потом были другие конкурсы, другие города всякие разные. Мы завоевывали и гран-при, и первые места. И вот уже два года мы ездим с новой командой на конкурсы. В том году мы были в Петербурге, очень много наград привезли. В этом году мы месяц назад вернулись с фестиваля московского, сердце воздуха называется. Он проходил на манеже циркового училища, единственного училища в России. Наши девочки, в том числе Полина, там очень хорошо себя показали. Мы очень горды. Это хороший подарок к нашему юбилею. А всех наград не перечислишь, их много-много-много. Самый крайний – это вот Петербург. Целый коллектив ездил. Хочется вам поаплодировать. И вот Москва. Действительно приятно осознавать, что в нашем городе есть такие коллективы, которые ездят по территории всей нашей страны. Так это уже и поколение, да? Да, да, да. И хотим пригласить всех жителей города Ангарска, а также гостей нашего города на наше юбилейное цирковое шоу «Геометрия в пространстве», которое состоится 18 апреля в 18 часов во Дворце культуры «Современник». Приходите, это будет здорово. Продолжение следует...